В региональной общественной палате прошел круглый стол по актуальным вопросам организации питания в образовательных учреждениях Карачаева Черкесии. Чем подают на школьные столы, насколько полезны для детского организма указанные меню блюда? Ответы на эти вопросы искал и наш корреспондент Артур Мхце. Чтобы понять, как организовано питание учащихся, не обязательно обходить все образовательные учреждения региона. Достаточно заглянуть к поварских дел мастерам одной школы. Все-таки подход к оказанию подобного рода услуг почти везде схож. Это столовая лицея номер 15 города Черкеска. При составлении меню здесь учитываются полезные свойства продуктов, разнообразие меню, частота приема пищи и требования Роспотребнадзора. Меню составляется у нас в директорах, с технологом. Меню калорийность, все там посчитано, белки, жиры, угли, воды. Меню не повторяется, оно двухнедельное. Утверждается потребнодзором, директором, и мной тоже подтверждается меню. Оно не повторяется каждый день, оно двухнедельное. С 2020 года детей с первого по четвертой классы в школах кормят бесплатно. На это специально в разных пропорциях выделяются средства из федерального, регионального и муниципального бюджетов. Но насколько вкусными сами дети считают такие горячие завтраки? Вчера было очень вкусно и сейчас очень вкусно. А что тебе больше всего нравится? Мне больше нравятся пюре и котлеты, макароны. Вот это моя любимая еда. А мой любимый напиток это какао, он очень полезный. А где вкуснее готово? И в доме, и в столовой. Потому что это повара, они чудесно готовят. Но одно дело, когда другие тебе говорят, что вкусно. И совсем другое самому продегустировать приготовленное в школьной столовой. Сегодня четверг, а значит по традиции у деток в меню рыбная котлета. На гарнир пюре картофельное. Сейчас попробуем, насколько это вкусно. А то, что это полезно, понятно и так. Теме качества питания в образовательных учреждениях было посвящено и заседание членов общественной палаты Карачао-Черкесии. Экспертами круглого стола выступили представители сферы образования в республике, Роспотребнадзора, родительских комитетов. Что нужно ребенку, что для него главное в питании, какой должен быть рацион. Потому что любовь к каше, в том числе, она должна прививаться с детства. К запеканке, к творогу, что это полезный продукт. К овощам, что они также полезны. Что чипсы и газировка – это не тот продукт, которым должно начинаться, соответственно, утро. А разговаривая с детьми, мы понимаем, что не всегда мамы и папы задумываются о том, что едят даже дома наши дети. Представитель регионального министерства образования рассказала о том, что большую часть финансирования бесплатного питания учеников в начальных классах покрывают средства из федерального бюджета. А это около 240 миллионов рублей. Еще 1,4% соответственно приходится на муниципальные и региональные бюджеты. В прошлом году выполнить план программы полностью не удалось из-за пандемии. Неизрасходованные 18% поступили в резервный фонд и будут использованы в 2022. В то же время, по мнению представителей районов, выделяемая сейчас сумма почти 64 рубля на одного ребенка из-за инфляции не покрывает нынешние потребности. По подсчетам некоторых специалистов равны 85 рубля. Скорее всего, предложения о некотором увеличении финансирования бесплатного питания учащихся начальных классов обсудят на более высоком уровне. Что касается качества и разнообразия блюд, кадрового состава персонала столовых, всем этим вопросам внимание будет уделяться постоянно. Артур Махце, Расул Бердиев, Вести, Карачаев, Черкесия.